В Славянском районе стартовал ставший уже традиционным конкурс профессионального мастерства «Воспитатель года Кубани». В этом году за победу в нем будут бороться 15 педагогов дошкольного образования. С участниками творческого состязания одними из первых познакомились наши корреспонденты. Конкурс профессионального мастерства для педагогов дошкольного образования проводится ежегодно. Его главная цель – дать возможность воспитателям проявить все свои таланты, реализовать себя в профессии, ну и, конечно же, подняться на еще более высокий уровень профессионализма. Ведь участие в конкурсе – это прежде всего обмен опытом, расширение профессиональных контактов. С началом творческого состязания конкурсантов поздравила директор консультационно-методического центра Олеся Плесецкая. Сегодня у нас этап муниципальный. Мы выбираем, конечно, самого творческого воспитателя, который сможет доказать, что в Краснодарском крае воспитатели Славянского района действительно славятся своими успехами, творчеством, ну и, конечно же, замечательными результатами. В этом конкурсе за эту неделю, чтобы у вас появились новые друзья, а друзья, конечно, будут из педагогического сообщества, которое сегодня образовалось, из участников конкурса, от которых вы сможете подчеркнуть что-то нужное, полезное, то, о чем мы раньше, может быть, не догадывались или не задумывались, поделиться своим опытом и этот опыт принести в свое учреждение. Собственно говоря, ради этого весь конкурс и задуман. Творческих вам успехов, творческих вам находок, ну и, конечно же, желаю всем победы! Добрые слова на путствие и пожелания конкурсанткам сказали и те, ради кого они и работают – воспитанники детских садов. Вы бесподобны! Вы все умеете! Вы самые лучшие! Учу уверенно! У вас все получится! Услышав такие ободряющие слова, участницы приступили к конкурсным состязаниям. Проходили они в несколько этапов. Оценивать выступления конкурсанток будут их коллеги – заведующие и воспитатели детских садов, представители Управления образования, а также победительницы конкурса прошлых лет. В первый соревновательный день участницы должны были представить визитную карточку, подготовив заранее видеоролик о своей работе. В последующие дни им предстоит провести занятия с детьми, поучаствовать в мастер-классах, защитить свой проект. В финал выйдут только пять участниц. Итоги подведут уже в эту пятницу. Победитель представит наш район на краевом этапе конкурса. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». В последние годы правительство страны все больше внимания уделяет отрасли доп. образования. И это неудивительно, ведь программы дополнительного образования дают возможность каждому ребенку попробовать себя в различных сферах, приобрести новые умения, найти занятия по душе, в конечном счете сориентироваться в выборе будущей профессии. Но так как, в отличие от общего, дополнительное образование не является обязательным, перед педагогами стоит задача не просто создать разнообразные программы, но и в том, чтобы сделать их интересными для детей. Без этого интереса учащиеся не придут. О том, как учреждению дополнительного образования грамотно построить свою работу в условиях современного мира, говорили на зональном семинаре-совещании, которое прошло на территории Славинского района и объединилось специалистов управления образования, руководителей учреждений отрасли из четырех муниципалитетов края – Славинского, Калининского, Красноармейского и Приморско-Ахтарского. Организатором семинара выступил региональный модельный центр дополнительного образования Краснодарского края. По словам руководителя центра Ирины Рыбалевой, для оптимизации работы на Кубани было определено пять зон, центром одной из которых стал Славинск на Кубани. Большое спасибо коллегам Славинского района за предоставленные условия для проведения образовательной сессии. Сегодня государство заинтересовано в системе дополнительного образования. Сегодня система, как сфера дополнительного образования, достаточно открытая система. Эта система не замыкается только на рамках учреждений дополнительного образования, не только в рамках учреждений, а дополнительное образование у нас есть и в саду, и в школах, и в вузах, и в СУЗах. Дополнительное образование сегодня – это образование непрерывное, поэтому мы с вами, уважаемые коллеги, не только в дополнительном образовании детей. Сегодня глава 75, статья 75, 10 главы дополнительного образования – это образование детей и взрослых. Региональный модельный центр был создан в Краснодарском крае для помощи всем учреждениям, реализующим программы дополнительного образования. Он выполняет координационную и методическую функцию, способствует профессиональному росту педагогов отрасли, а также занимается тем, что делает дополнительное образование современным и общедоступным, благодаря выходу учреждений в сеть интернет. Такой выход стал возможным благодаря разработке платформы, которая носит название «Навигатор дополнительного образования». «Навигатор» – это универсальный онлайн-сервис, где каждый родитель Краснодарского края может найти все учреждения доп. образования, узнать их программы, педагогов, записать своего ребёнка в понравившиеся объединения. В планах сделать «Навигатор» главным каналом для зачисления детей в объединения. Но пока и педагогическое сообщество, и родители только привыкают к новым методам работы. Специалисты центра на семинаре рассказали обо всех имеющихся и грядущих возможностях онлайн-системы. Помимо этого, участники семинара получили информацию о современных подходах к разработке методических программ, о том, как стратегически подходить к развитию отдельных учреждений и в целом системы доп. образования. Подобные семинары – это не только возможность получить самую актуальную информацию об отрасли, но и поделиться своими мыслями, сложностями и наработками с коллегами, научить чему-то их и научиться самим. Ведь профессиональный рост педагога невозможен без постоянного обучения, тем более в столь быстро меняющемся мире. Анна Монастыренко, Мария Климова, Георгий Калинин. Программа «События». Программа «Стур真的很pleaseна».